Всем привет! Меня зовут Арина Вискера и да, я знаю, что я пропала. Сегодня у нас будет с вами видео о трех палетках Huda Beauty со сводчами, без макияжа. Но я думаю, что вы меня простите, потому что сегодня я была моделью Наталины. Она красиво меня накрасила, сделала брови, наклеила ресницы. Ну, как Наталина любит. И мне было жалко смывать всю эту красоту и краситься заново. Честно. Именно поэтому сегодня у нас с вами болтательное видео, где мы полностью разберем каждую из палеток Huda Beauty, которые у меня есть. И я выскажу свое мнение и дам рекомендации. Поэтому, как всегда, не откладывая в долгий ящик, погнали! Итак, мое знакомство с брендом Huda Beauty началось с ее первой палетки, которая называется Rose Gold Edition. И на нее были самые странные отзывы. Сейчас вы посмотрите сводча этой палетки, как она выглядит вблизи. Да, это палетка с прозрачной крышечкой, без зеркала. И вот как раз-таки все блестяшки, которые вы видите сверху, вызывали самое большое количество вопросов у всех на свете. Что они не наслаиваются кистью, что это такое. При этом палетка стоит 65 долларов. В переводе в рубли это где-то 3800 рублей, что недешево. Я переводила цену с американской Sephora на Kult Beauty. Эта палетка стоит 56 фунтов. И, скорее всего, она обойдется вам дешевле, потому что вычитается британский налог и есть доставка в России. Поэтому на все палетки я оставлю ссылки именно на сайт Kult Beauty. Я, честно говоря, не проверяла. Проверю, если есть доставка с официального сайта Kult Beauty в Россию, я продублирую также ссылку на официальный сайт. Итак, возвращаясь к этой палетке. Как вы видели из сводчей, вот этот весь ряд богический и все вот эти цвета. Те, кто смотрит меня давно, знают, что я делаю сводчи пальцем, я не делаю сводчи кистью. Почему? Потому что я правда на ощупь чувствую, насколько тени будут комфортные. Здесь все тени, они такие пудровые, они легко набираются на палец и они очень мягкой вуалью ложатся на глаз. С ними у меня была сначала небольшая проблема в знакомстве. Я даже говорила, что это просер денег, потому что, когда я начинала с вот этого цвета, он немного цеплялся при растушевке за глаз. Но такое происходит только с первым цветом. Нужно чуть-чуть подождать. Два цвета, которые мне категорически не нравятся в этой палетке. Это этот черный цвет, он бесполезный. И вот этот металлик Дубай, он почему-то даже, когда набирается на палец, ну вот так он вроде бы набирается неплохо. И он вроде бы достаточно плотный, но на глазах он мне не понравился, в отличие от всех других металликов в этой палетке. Вот в этом у меня уже такое углубление от того, как часто я использую. Эти цвета действительно нельзя, ну не то что нельзя, бессмысленно использовать, если вы используете кисть. Что я обожаю делать иногда, когда ко мне приходят подруги, говорят, блин, а сделай мне какой-нибудь макияж, но несложный, вот чтобы мы недолго сидели. То я беру любой из цветов, соответствующий одному из вот этих металликов, матовый, просто простраиваю, ну то есть я фиксирую праймер, который я нанесла. В принципе, эти тени без праймера прекрасно держатся. И потом использую какой-то оттенок, подходящий под цвет металлика, который я буду использовать, и пальцем наношу этот металлик. Они суперстойкие. Я также внизу обязательно оставлю ссылки на видео, где я с этими макияжами, к примеру, летом я ходила на вечеринку, и это было видео с тест-драйвом, собственно говоря, вторым палетки Huda Beauty. И тест-драйвом тоннуло реально, это было два отдельных видео. И там я использовала вот этот розовый оттенок. И, по-моему, как раз вот этот оттенок нанесла его пальцем и продержалась все до 6 утра, никуда не скатавшись. Я считаю, что это такая моя палочка-выручалочка. Я беру эти тени с собой, когда я еду красить кого-то. Я с удовольствием беру эти тени в поездку. Можно без вот этих сложностей, без фиксации праймера просто взять и нанести металлик. Они красиво подчеркивают любой цвет глаз. Они круто держатся, они очень мягкие в работе. Да, они не работают кистью, они не набираются кистью. Вот я сейчас возьму какую-нибудь кисть. Ну, то есть, чуть-чуть вообще пигмента, и это бессмысленно. Но здесь на палетке сзади указано, что сухие тени наносятся кистью, а вот эти лучше всего делают pay-off, то есть отдают цвет и текстуру именно при нанесении пальцем. Я, честно говоря, не вижу ничего сложного в том, чтобы те или иные текстуры нанести пальцем. Более того, если вы там относительно давно или сразу за мной следите, вы знаете, что я многие металлики наношу не кистью, если я не хочу сделать такой резной глаз, а именно пальцем, потому что палец он всегда все-таки чуть более влажный и лучше сцепление с металликами, чем с кистью. Поэтому вот эту палетку я рекомендую, я считаю, это отличное вложение денег. Меня не смущает этот пластик, мне нравится, и, честно говоря, в том числе из-за того, что здесь такой пластик, то когда я открываю свой ящик с палетками, я смотрю на эту палетку и такая, блин, да, точно, я давно ей не красилась, хочу ей что-нибудь сделать. Поэтому, если вы давно думали, то эту палетку я рекомендую. Давайте переходить к сестре этой палетки, Huda Beauty Desert Dusk Palette. Ну, мне нужно было это сделать, так все делают. Хотя мой макияж от Наталины сейчас красивый. И когда я увидела эту палетку в рекламе, я подумала, блин, ну это же палетка моей мечты, такие красные, такой оранжевые. Но здесь есть странность. Я вот ее не смогла заснять на камеру, но я ее обязательно сфотографирую в канале в Телеграм. В рамках этого видео я выложу свотчи, все фотографии, чтобы вы могли увеличить и посмотреть. И палеток, свой канал в Телеграме, ссылка на мой канал в Телеграме, и Инстаграм всегда внизу указан под всеми видео. Вот здесь очень дурацкая комплектация теней. К примеру, оттенок Нефертити на свотчах, его почти не видно. Скорее всего, когда вы смотрите свотчи, там прям такая дыра между свотчами. Оттенок Космо, это просто прессованный глиттер, но он плохо прессованный, он тоже, он не набирается кистью, но если здесь вы набираете пальцем и цвет красиво размазывается, ложится по глазу, то тут вы видели на руке, это какая-то глупость и беспредел. А матовые тени, здесь мне понравился только Desert Sand, то есть растушевочный цвет. Маск, и по-моему, нет, да и непонятно какой еще. Они, ну, пигментированные, если их набирать пальцем вот так, но, знаете, в них как будто бы маленькие катушки пигмента. Я не знаю, он так спрессован или он так изначально был сделан, но если вот из этой палетки все матовые тени, они шелковистые, мелкого помола, то здесь мне, они не нравятся на ощупь и с ними чуть тяжелее работать. Я знаю, что эта палетка нравится Наталине, и, собственно, это палетка Наталинина, я взяла у нее потестировать, чтобы решать, покупать или нет. И, например, вот оттенком Blazing и Amethyst Наталина работала, когда делала свой образ, вдохновленный выставкой в гараже, вот это вот с цветами, с грибами, где я ассистировала. Они наслаиваем, они классные в работе. Но классные в работе здесь, ну, классные с точки зрения цветов, которые мне бы хотелось, это Turkish Delight и Royal. Вот видите, это такие классные металлики. Они как раз-таки очень вот в американском YouTube, это называют Battery Shadows, то есть они такие, реально, как масло набираются. Но, серьезно, ради этих двух цветов эту палетку я покупать точно не буду к себе в использовании. Спасибо большое другу Ebro, что она дала мне ее протестировать. Я считаю, что за эту палетку отдавать 3800 рублей я не готова, и эту палетку я не рекомендую. Следующая серия у Huda Beauty, это вышли вот такие маленькие палеточки с зеркалом, девяточки. Они есть сейчас, по-моему, в трех оттенках, и, по-моему, должен выйти еще один. И эти палетки не вызвали у меня никакого интереса. Здесь, ну, такая очень классическая цветовая палитра. Зачем я показываю так? Вы, скорее всего, это сейчас смотрите вблизи. Ну, такая классическая палитра для любого вида смоуки, коричневый глаз с бликом или какой-то мощный градиент. Эту палетку взяла Natalina и прямо уговорила меня, что возьми эту палетку и сними на нее обзор. Я смотрю на эти цвета и такая, ну, блин. Вот здесь все понятно. Здесь понятно, куда мне окунаться, какие цвета, что так интересно. Я обязательно сделаю на эту палетку еще один обзор с макияжем. Я делала ей макияж один раз, и это был макияж в наличию, я вещаю на тему зависти. И я там делала как раз использованием этого металлика, ну, вот шиммера, который здесь есть, прессованного, глиттера. Глиттера. И, а вот эту палетку я взяла и такая, ну, мэм, мэм, мэм. В итоге я вам рассказывала в инстаграме, что я села снимать видео на обзор палетки Линды Хаутберг. И в этом видео все шло не так. Вот бывает, что вы садитесь краситься, и такое ощущение, что то ли вы разучились краситься, то ли вам кисти подменили, то ли что вообще нахрен происходит. Я расстроилась, смыла глаза те, которые я накрасила, но это видео в итоге вышло, и вы его видели на канале. Я решила взять эту палетку и попробовать сделать ей макияж. Сейчас специально я вставлю вам свотчи. Вы посмотрите на то, как это красиво. И эти тени на ощупь как раз просто, они мягчайшие, у них какой-то потрясающий помол. Ну, то есть, это вот у них прекрасная отдача цвета. У меня вот здесь после свотчи, смотрите, какая красота. Немножко салфеточек грязных. У них прекрасная отдача, мелкий помол. Они растушевываются, как по маслу. Здесь даже с самым светлым оттенком, вот с этим, у меня не было проблемы, как в первой палетке, которая Gold Edition, где немножко цеплялась за глаз. А металлики, это чума. Я не знаю, что они сюда добавили, но они такие мягкие, они такие красивые. И вот этот розовый, вот этот коричнево-розовый, я делала ими градиент. Я делала макияж этой палеткой, по-моему, тоже в каком-то из наличия вещей. Еще я оставлю с указаниями все ссылки на видео внизу, чтобы вы могли посмотреть в работе. Вот такие тени я рекомендую. Плюс я посмотрела обзор моей любимой Tati Westbrook на все эти три маленькие палетки. Я также оставлю это видео внизу, и я теперь хочу их все. Если вы не горите желанием, к примеру, покупать вот эту палетку, я уже подвожу итог, вы не поверите. Вот эта палетка, если вы не хотите ее покупать, если вы боитесь таких цветов, если вы редко используете яркие цвета, хотя вот этот розовый очень красиво растушевывается по всему глазу и задает такую летнюю свежесть, если вы боитесь таких цветов, редко их используете, или, например, ну категорически, например, вы человек принципиальный, брезгливый и не хотите пальцем наносить тени на глаз, то я советую очень к вам присмотреться к вот этой палетке. Она стоит, по-моему, 27 долларов. Это где-то полторы тысячи рублей. И эта палетка стоит каждого цента, каждого рубля, каждой копейки, потому что это очень-очень красивые, качественные тени. Ну и, пожалуй, логичный подыток из двух больших палеток Huda Beauty, которые у меня есть. Я рекомендую вот эту. Это Rose Gold Edition. Первую. Я действительно считаю, что это палочка-вручалочка. Она travel-friendly, она классная. И я не вижу проблемы в том, что нет зеркала. Многие бьюти-блогеры, инфлюенсеры, визажисты, бьюти-джанки путешествуют вообще с зеркалом с маленьким, с подсветкой. Или, условно, у вас есть вот бронзер с огромным зеркалом, все что угодно, во что вы краситесь. Я не вижу проблемы в том, что здесь нет зеркала. И она магнитная. Я с ней путешествовала в чемодане, ничего, она никуда не разваливалась, не ломалась. Но это нужно, знаете, на нее ботинком наступить, наверное, чтобы она сломалась. Вот эта палетка стоит своих денег. То, что мне не нравится здесь два цвета из... У нас здесь 18 цветов в такой палетке. Мне не нравится два цвета. Ну, черный, он просто не настолько пигментированный, но его можно наслаивать. Он не такой, к примеру, как черный вот в этой палетке, который кремовый и очень классный. И он прям супер пигментированный. Но его можно наслаивать. И все-таки, мне кажется, что черные тени, это те тени, которые чаще используют девушки, делающие классические смоки. Или, ну, я не так часто встречаю людей, которые вот, ну, прям черным затемняют уголок. Это не говорит о том, что о процентарной какой-то статистике, которую я выверла. Но есть черный карандаш, которым можно пройтись. Но затемнение уголка можно сделать каким-то другим цветом. Если вы любите быстрые макияжи, свежие макияжи, сверкающие макияжи, я, как вы уже поняли, большой фанат этой палетки. Ее я рекомендую. Эта палетка была выпущена следующей как эксперимент и как дань моды на красные цвета. Она действительно красиво сделана. У нее здесь, она картонная, но здесь у нас зеркало. Очень действительно красивая вот эта вот сторона. Но здесь часть оттенков. Это топеры типа Нефертити, Туайлайт, Ретроград. Это полупрозрачные тени, которые наносятся сверху, поверх того, что вы уже сделали. И эта мода пошла в прошлом году. У Кайли в том числе в палетке есть такие топеры. Но я, честно говоря, небольшой фанат топеров. Мне хочется, чтобы тени отдавали максимум возможного и заложенного. А если они заложены как топеры, то я лучше использую что-то другое. Несколько оттенков плотных металликов. Это Blood Moon и Royal. Очень красивые, но серьезно, это два цвета из палетки. Остальные вот эти два, они действительно такие же кремовые по качеству, как в других двух палетках. Но большая часть цветов мне здесь не нравится. А еще здесь смешно, что здесь есть цвет Angelic. Он красивый, но это повтор прямо из этой палетки. Я их даже поставлю вам рядом. Вот два оттенка Angelic. Я их поставила рядом. Это два одинаковых повторяющих цвета. Он красивый, он классный. Но как-то, когда я покупаю новую палетку за почти 4000 рублей, я хочу видеть там разные цвета. Не те, которые у меня уже есть. Соответственно, вот эта палетка для меня разочарование. У меня есть другие палетки с яркими рыжими, с яркими фиолетовыми. Поэтому не вижу смысла тратить на нее деньги. Хотя Наталине, к примеру, эта палетка очень нравится. И я сниму еще одно видео, обзор на эту палетку. Мы с вами сделаем макияж. Я делала макияж прямо вот в этих красных оттенках. А хочу сделать что-нибудь вот с этим рядом, с вот этим рыжим. И, наверное, с этим оттенком Royal. Ну, потому что они мне понравились. Мы с вами попробуем. Но, честно, эту палетку не рекомендую. И вот эта малышка Travel Size Friendly. Потрясающая пигментация цветов. Маслянистые. Сами тушуются по глазу. Про яркую палетку Татя ее свочила. Там вообще какая-то невообразимая передача цвета. Если вы, например, еще не знакомы с этим брендом, у вас нет чего-то, вот очень рекомендую. Ссылки на эти палетки я оставлю внизу. Продолжение следует... Продолжение следует... Пишите, пожалуйста, внизу, есть ли у вас эти палетки, или вы хотели какую-то из этих палеток приобрести. Было ли вам интересно такое вот сравнение очень близкое всех этих палеток? Потому что, к примеру, у меня есть палетка Morphe из старой коллекции. Есть новогодняя палетка Morphe, на которую, да-да, я все еще собираюсь снять обзор. Я ее тестировала в лайве, который провела вчера в Instagram. Я поняла, что я человек, который в лайве выходит спонтанно. Но мы как-нибудь с вами договоримся о лайве в какой-то день конкретный, когда мы прям соберемся. Я объявлю его и в YouTube, и да. Если вам это интересно, пожалуйста, пишите внизу. Расскажите, интересен ли вам такой формат, когда я ставлю рядом палетки и сравниваю их. Например, возможно, вы хотите, чтобы я сравнила две палетки Venus по сводчим рядом от Lime Crime, или палетки Morphe, или какие-то еще палетки. Палетка Larac Pro 4 пока ко мне не приехала, но я обязательно сделаю такой же подробный разбор палетки Larac, который у меня есть в Mega 3, чтобы просто составить у вас впечатление о бренде, потому что я считаю, что он действительно достоин и внимания, которым он немного незаслуженно обделен. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Я соскучилась, я прям разогналась, когда сводчила. Ко мне вернулось настроение. Честно, у меня не было настроений. Сейчас происходят всякие разные изменения, которые не повлияют, я думаю, на мои дальнейшие видео. Но про все эти изменения, которые сейчас происходят и занимают много времени, иногда портят настроение, я обязательно расскажу вам видео, которое выйдет в пятницу. Я пыталась вспомнить, какой сегодня день недели. Мне кажется, это о многом говорит, что я в каком-то затуманенном сознании. Спасибо огромное, что вы остаетесь со мной, что вы пишете в Инстаграм, в личку, продолжаете писать комментарии, смотреть видео. Когда я прихожу в эфир, говорите, что соскучились, говорите, что соскучились в комментариях. Мне это, правда, очень ценно и важно, это не пустые слова, потому что только ваше внимание и ваша поддержка на самом деле заставляет двигаться вперед, смотреть дальше на какие-то продукты. Не потому что, не дай бог, мне это стало неинтересно, а потому что, ну, всякие периоды случаются. Иногда ты что-то приуныл, приуныл и сидишь, трансформируешь, как моя любимая картинка. Поэтому еще раз спасибо вам большое. До завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok